Ученики шестых-десятых классов Тольятти снова на дистанционном обучении. Такое решение принял оперативный штаб города из-за роста случаев заболевания коронавирусом среди детей, подростков и педагогов. Родители в замешательстве. Даже после предыдущего опыта с удаленкой многие продолжают гадать, чем заняты дети дома, когда больше не надо ходить в школу. Задаются вопросами, как влияет обучение через монитор на здоровье, способность общаться и, наконец, на уровень образования. Работаем мы с помощью современных технологий, как вы видите. Я вижу детей, они видят меня. Задания, в принципе, мы выполняем, вот как это было до дистанционки. То есть современные технологии позволяют нам работать в обычном режиме. Я вижу глаза детей, они реагируют на мои вопросы. Даже, может быть, где-то кому-то и комфортнее в этих обстоятельствах. То есть дети по-разному реагируют. Но каких-то таких вот минусов я пока не могу отметить. Сегодня в этом классе учат задавать вопросы и отвечать на них на английском. Для ребят необычные в уроке элементы подготовки к экзаменам, но никак не общение через видеокамеру. В прошлом году дети успели привыкнуть к занятиям онлайн. Мне нравится формат учения, достаточно безопасный. И информация легко преподается. И можно домашнее задание выполнять дома. Это удобно. Также это очень удобно из-за того, что тебе не нужно каждый раз ездить в школу. Это экономит время и деньги на проезд или что-то еще. Также удобно, как сказали, повторять информацию и удобно понимать учителей. Потому что ты находишься в своем комфорте, в своем рабочем месте. Он тебе привычен. И из-за этого тебе комфортно работать, естественно. В нашей школе очень хорошо организовали дистанционное обучение. Поэтому у нас никаких проблем именно с каким-то недополучением знаний не возникает. А общения вам хватает? Да. Мы можем собираться в других приложениях и там общаться. Переходят с уроков традиционных на удаленные, словно переключаются между вкладками браузера. Учителя 94-й школы ведут занятия очно, а затем бегут общаться с детьми в Зуме. В этом году может быть даже и легче в плане того, что мы уже опытные преподаватели. Потому что, может быть, первый год было сложно. Мы волновались, как мы будем работать с техникой, пользоваться различными платформами. Но в этом году уже, в принципе, я думаю, что все преподаватели знают, с чего начинать, какие платформы использовать. Дети уже тоже подкованы. Я учу как раз таки с 6 по 10 классу. Все мои дети, которых я учу, учатся на дистанционном сейчас обучении. У меня два шестых, пять седьмых, два восьмых и десятый класс профильные. В принципе, ребята справляются. Это уже не первое дистанционное обучение для них. Мы с ними даже немножечко потренировались, пообщались вне рамках школы для того, чтобы им научиться пользоваться Зумом. Для многих школьников учеба онлайн как часть компьютерной игры. Но для педагогов удаленка – реальный рост нагрузки. Чтобы подготовиться к онлайн-уроку, нужно потратить в два раза больше времени. Конечно, мы больше готовимся к урокам, да, действительно, потому что у меня весь материал должен быть загружен в компьютере. Я должна быстро переключаться. Где-то я, значит, вижу детей, где-то я им показываю экран. Вот здесь, конечно, преподавателю сложнее. Особенно не просто преподавателям гуманитарных дисциплин. Например, чтобы класс сумел написать сочинение рассуждения, учителю нужно мастерски объединить возможности разных платформ и постоянно поддерживать с детьми психологический контакт. Подготовка к урокам, она, конечно, усложнилась. Потому что для того, чтобы подготовиться к такому уроку, нужно обязательно взять больше материала, понимать, что будут непредвиденные обстоятельства. Сочинение написать, сочинение изложение, конечно, это сложнее. Дети должны слышать учителя. Но в таких случаях у нас хорошо есть аудиозаписи, которые мы включаем, или же через приложение, в которое мы работаем, они помогают нам слышать детей. Ответную реакцию мы тоже получаем. Держать дистанцию и в то же время оставаться на связи педагогам помогают разные платформы. Яндекс.Учебник УЧИРУ, российская электронная школа, содержит сотни тысяч заданий и видеоуроков по всем предметам. Здесь можно пройти тесты, прослушать обучающие ролики и аудиоподкасты, посетить виртуальные музеи, театры и библиотеки. Кроме того, педагоги используют сайты других учителей, созданные в помощь коллегам. Уроки тоже должны быть интересными, даже онлайн, для того, чтобы ребенку было интересно прийти и послушать нас, и научиться чему-то новому. Тем более, дистанционное обучение дает нам возможность давать им другие формы работы, которые мы, например, в рамках класса мы бы не могли осваивать. Им это довольно интересно, и они включаются в такие формы работы. Для проверки знаний учителя идут на Реши ЕГЭ, в библиотеку Московской электронной школы и на другие платформы, которые позволяют смоделировать практически индивидуальные задания для каждого ученика. Впрочем, не исчезли и привычные контрольные. Это может быть либо составленная мной контрольная работа, которую я могу положить под документ-камеру, и ребенок при мне выполняет работу. Вот видите, вы все глаза детей сейчас направлены на нас. Это первое. Второе. Контрольная выкладывается непосредственно, как слайд в зуме. А после того, как ребенок выполнил фотографию контрольной, он присылает в облако. Педагоги стремятся сохранить обычную для живых уроков содержательность, не потерять детского внимания. В ход идут видео, чаты, онлайн-тестирование, телеконференции и интерактив. Попробуйте сейчас изобразить у себя в тетрадочке ромб, а я сделаю так вместе с вами. Да, с одной стороны, мы, может быть, не можем воспринимать ребенка глаза в глаза, вот сидя за партой, но с другой стороны, технические возможности просто огромны. То есть я могу мгновенно дать ребенку слайдовый показ, я могу поработать с документ-камерой. В принципе, я могу поработать у доски, ребенок все это видит. И скомпоновав все вот эти технические возможности, получается достаточно интересный урок. По большому счету, учителя стараются сохранить весь уклад школы. И для этой цели пытаются договориться не только с новыми технологиями, но также с их нехваткой. Обеспечиваем техническую возможность как педагогов, так и детей, потому что мы знаем все семьи многодетные, знаем семьи, где несколько деток одновременно на дистанте обучаются, поэтому мы стараемся их технические возможности обеспечивать и по мере необходимости техника выдается. По нормам СанПИН онлайн-урок сокращен до 30 минут, перемена продлена до 20. Это нужно, чтобы дети могли восстановиться и отдохнуть от компьютера. Но не все ученики используют свободное время, чтобы размяться и разгрузить глаза. Постоянно они отвлекаются, дети, в перерыв они не уходят куда-то, они включают мультики. Продолжаются дети компьютером. Согласна, что детям не хватает живого общения и между собой, и с педагогом, но во время урока у них есть возможность подключиться и отвечать активно также на уроки. Практически у всех детей сейчас есть камеры, и мы их видим, мы с ними можем в какой-то степени контактировать. Но вот единственное, это, конечно, тяжело ребенку самому себя заставить именно самоорганизаться. Если родители на работе, то ребенку самоорганизоваться. Здесь, конечно, нужна помощь и учителя, и классного руководителя. Дисциплины и высокая самоорганизация во время дистанционного обучения требуется от всей семьи, говорят психологи. Родителям советуют не менять режим и распорядок дня своего чада. Все так же должен быть ранний подъем, завтрак и обычная учеба. Не в пижаме, без перекусов на рабочем столе и параллельных разговоров на посторонние темы. На шестой класс, он достаточно уже взрослые дети, но вместе с тем самостоятельности, конечно, им еще нужно учиться. Поэтому вот на расстоянии сложности были изначально, но сейчас вроде бы все дети уже подключаются вовремя, они выходят на связь, они реагируют на замечания учителей, они быстро включились в режим работы, но они понимают ответственность, несут ответственность за свои оценки, за свои знания прежде всего, потому что понимают, что на расстоянии, конечно, на учитель, учитель может только лишь направить. Остальная вся задача ложится на детей и на родителей, поэтому контроль со стороны родителей никто не исключал. Папам и мамам нужно создать дома рабочую атмосферу, объяснить ребенку, что это всего лишь новый формат учебы. Но расписание и обязанности остаются прежними. Сами дети, их нацеленность на результаты, их мотивация, их готовность, им уровень сформированности, ответственности, это тоже очень важно, но вот наша практика, наш анализ работы за прошлый год показал, что период дистанта, он не только негативно не сказался на качестве знаний, но некоторым деткам даже помог повысить свои образовательные результаты за счет перераспределения ресурсов, временных ресурсов, за счет привлечения дополнительных образовательных платформ. Онлайн или офлайн к школьникам предъявляют одинаковые требования по освоению программы. После дистанционки ребят все так же ждут и тестации, и экзамены. И чтобы пройти их успешно, нужны усилия и педагогов, и самих ребят, и родителей. На уровень образования я бы не сказала, что влияет, потому что объем программный дается в полной мере. Так же, как если бы мы обучались в обычном режиме, дается достаточно времени на самоподготовку. А вот что касается здоровья, вы знаете, мой ребенок успевает и погулять вечером, и с друзьями пообщаться. Минусы, безусловно, в том, что они меньше двигаются. Ну, стараемся наверстывать прогулками с собаками, с семьей, по лесу. А в остальном уже за три года, третий год уже мы пробуем дистанционное обучение. Уже весь режим налажен, совсем они знакомы. Слышу, как на переменках они по субботам, я отдыхаю, а у них учебный день. Как они на переменках точно так же хохочут и смеются, точно так же в зуме. Поэтому у них это уже все налажено. Если ребенок учился до дистанционного образования хорошо и старался, то точно так же на дистанционном обучении все будет точно так же. Сейчас в большинстве субъектов России заболеваемость COVID-19 увеличивается ежедневно. На удаленку переходят новые школы и вузы. Это значит, что дети продолжат учиться онлайн. Вопросы по организации дистанционного обучения родители могут задать по телефону бесплатной горячей линии Министерства просвещения России. Здесь же подробная информация о ресурсах, которые на удаленке помогут получить знания.